Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Якоб Лукас Охтервельт, голландский рисовальщик и живописец бытового жанра, один из наиболее известных малых голландцев. Годы творчества художника совпали с временем заката Золотого века голландской живописи. Родился в феврале 1634 года. Был учеником Берхема в тот же период, что и Питер де Кох. Прославился своими интерьерами с кавалерами и дамами, но без особой перспективы дальних планов. Ван Охтервельт был учеником живописца Николса Класса, Берхема в Харлеме, а также делил мастерскую с Питером де Хохом. Был учеником в Франце Ван Мирса Старшего. После обучения в Харлеме Яков в 1655 году вернулся в Роттердам, где стал учеником Людольфа де Йонга. В том же году женился на Дирке Местерс. Я пользуюсь википедией переводной. С 1655 по 1672 год работал в Роттердаме. После французского нашествия 1672 года Якоб Ахтервельт покинул Роттердам. И с 1674 до последнего года жизни, а это было в 1682 год, жил и работал в Амстердаме. Похоронен в католической капелле в Амстердаме. Писал пейзажи с пастухами и возщиками, с фигурами людей и животных. Часто сочетает типично нидерландский пейзаж с мифологическими фигурами. С Францом Мирисом и Питером де Кохом Ахтервельт роднит пристрастие к изображению сцен в жилых интерьерах, типично голландского дома, с фигурами и некоторой кукольностью в изображении голов и персонажей. Излюбленный мотив художника встречи хозяев на пороге своего дома с разного рода визитерами, с разносчиком товаров, с уличным музыкантом. В своих композициях мастер использует выигрышное противопоставление фигур, с одной стороны освещенные со спины лучами лючегося из дверного проема света посетители, с другой мягко объемно вылепленные фронтальным светом обитатели жилища. Сцены переданы живым участием и с известной долей психологической занимательностью. По данным Нидерландского института искусства, он активно работал в Харлеме, где был учеником Николаса Питерса Берхэм. Его картина уникальна, несмотря на то, что автор неоднократно повторял свои композиции в разных вариантах. В Эрмитаже в Санкт-Петербурге есть три картины. Как я уже говорил, Яков Охтервельт умер в 1682 году. Данные из Википедии. Всего хорошего. До свидания. Сегодня немножко узнали о голландском рисовальщике и живописце Якобе Лукасе Охтервельт. Пока-пока. До свидания.